Здравствуйте! В эфире программа подробностей. Сегодня подробно поговорим о такой важной сфере нашей жизни и быта, как ипотека. С кризисом 2014 года объемы ипотечного кредитования сократились и сама ипотека стала, наверное, менее доступной для широких масс населения. Так ли это на самом деле? Попробуем сегодня разобраться. Вместе с нами в студии начальник управления по работе с партнерами Рязанского отделения Сбербанка России Олег Сычев и специалист по ипотечному кредитованию Северной компании Антон Стебелев. Добрый вечер! Добрый вечер! Олег Владимирович, действительно ли сейчас ипотеку сложней, затратней, ну и, скажем так, менее комфортней получить, чем год назад? Я не соглашусь с этим утверждением. Да, действительно, в начале года был определенный спад на рынке ипотечного кредитования. Я говорю в целом за рынок, при этом, если брать именно наш сберегательный банк, мы не останавливали выдачу ипотеки ни на минуту и, несмотря на те кризисные явления, которые были на рынке, сохранили темпы выдачи практически на уровне 2014 года. Ну вот что значит, взять ипотеку стало менее комфортнее, сложнее? Ну, наверное, это условия со стороны банка, условия, предъявляемые к заемщику. Они ужесточились? Нет, условия не изменились с прошлого года. Банк одобряет значительную долю поданных заявок, при этом мы рассматриваем различные способы подтверждения дохода, это как справка 2НДФЛ, справка по форме банка, так и, возможно, без подтверждения дохода, так называемая ипотека по двум документам. Более того, в марте правительство включило программу господдержки ипотеки и ставки по этой программе вернулись на уровень 2014 года. То есть, очень комфортная ставка до 12% годового. То есть, вот ипотека 12% сейчас, на сегодняшний день – это реальность? Это реальность. Более того, даже не 12%, а 11,9% – это реальная ипотека. Предоставляется она на приобретение строящихся квартир, либо приобретение квартир у застройщиков-инвесторов. Понятно, что государство, прежде всего, заботится о реальном секторе экономики, и поэтому вот эта вот ипотека, направленная прежде всего на строительную отрасль, очень важна, очень важна. Поскольку одно рабочее место в строительной отрасли влечет за собой до 25 рабочих мест в смежных специальностях. Ну, вот насколько тогда стали, может быть, более жесткие требования банков к застройщикам, к тем объектам, которые вы кредитуете? Потому что, ну, не секрет, что были у нас не сейчас, а вот раньше, несколько лет назад, проблемы с так называемыми обманутыми дольщиками, когда, в общем-то, дома строились, кредиты давались, а потом дома не достраивались, у людей не было ни квартир, оставались кредиты, которые надо платить. Здесь более жесткую позицию заняли. Рязанской области повезло, скажем так, негативные явления в строительной отрасли всегда обходили нашу область стороной. Это обусловлено силой наших строительных компаний, силой наших застройщиков. И Сбербанк, проанализировав ту ситуацию, которая сейчас сложилась на рынке строительства Рязанской области, не останавливал и не остановил кредитование ни по одному строящемуся объекту, расположенному в нашем регионе. Сейчас уникальные условия для наших клиентов. Можно взять кредит на строительство квартиры в любом строящемся объекте на территории города Рязани. Прямо так, в любом? В любом. Ну что же, сейчас хотелось бы подключить к разговору нашему представителю-застройщику. Северная компания – один из крупнейших застройщиков в городе Рязани. Сбербанк – крупнейший банк. Северная компания – один из крупнейших застройщиков. Антон Стебелев, специалист по ипотечному кредитованию «Северная компания». Антон, у вас с ипотекой тоже все в порядке? То есть число людей, желающих взять ипотечный кредит и оформить собственность, свои квадратные метры посредством ипотеки, по-прежнему остается высоким, либо же спад был и есть? На самом деле в начале года, в январе-феврале месяце спад был очень значительный. Мы это заметили, заметили наверняка все другие застройщики. Но в марте месяце, отчасти благодаря действиям правительства с вводом ипотеки, с господдержкой, отчасти, может быть, благодаря нашей акции «Легкая ипотека», количество желающих, интересующихся людей и людей, которые оформляют ипотеку, увеличилось. Увеличилось в разы. Вы специалист по ипотечному кредитованию в компании «Застройщики». Что это значит? Это значит, что компания ваша ипотечному кредитованию придает очень большое значение? Да, мы придаем очень большое значение ипотечному кредитованию, потому что ни для кого не секрет, что до половины квартир продается сейчас в ипотеку. И та ситуация начала года нас кардинально не устраивала. То есть сейчас, по истечении марта месяца, в апреле месяце, все кардинально изменилось. А вот насколько просто взять ипотеку, обратившись в вашу компанию, можно ли решить этот вопрос на месте? Да, если клиент обращается к нам в офис с целью приобретения квартиры, можно тут же в соседнем кабинете оформить у нас ипотеку. Мы рассмотрим предложения различных банков, мы примем заявление и, соответственно, предложим клиенту условия по ипотеке этих банков. И, опять же, по выбору конкретного нашего потенциального инвестора мы рассылаем заявки по банкам. Ну, вот проходила информация, вы, в частности, упомянули об акции «Легкая ипотека». Там, по-моему, ставка порядка 6%, это даже ниже той ставки, которую предлагает Сбербанк. Как это получается? Акция «Легкая ипотека» действительно разработана нами была для того, чтобы привлечь клиентов к этому инструменту. По этой акции у нас в рекламе указано 7%, маркетинговая ставка. И она получается за счет скидки от северной компании. Скидка, на самом деле, очень большая. Вот 5 тысяч рублей с квадратного метра. И, соответственно, получая эту скидку, у клиента снижается сумма по ипотечному кредиту. Соответственно, снижается ежемесячный платеж. То есть, вы даже пошли на то, чтобы дополнительно стимулировать ипотеку. Да. У вас, получается, квартиру в ипотеку приобрести выгоднее, чем купить ее полностью, что называется, за рубли. Выгоднее, чем купить ее в рассрочку. Можно я включусь? В основе данного предложения лежит ипотека с господдержкой. И многие застройщики, в частности, северная компания, они понимают, что, когда человек приходит с ипотечным кредитом, застройщик получает гарантированное перечисление денежных средств. То есть, он видит те источники, за счет которых будет приобретена данная квартира. Поэтому, в данном случае, это все очень логично. Олег Владимирович, я позволю себе спросить о перспективах, на ваш взгляд, ипотечного кредитования. Удастся ли рынку в ближайшее время вернуться, скажем так, на докризисное место? И можно ли говорить о тенденциях все-таки дополнительного снижения ставки? Сколько 12% у нас, это, конечно, очень неплохо. Но на Западе таких ставок нет вообще. Можем ли мы говорить со временем, что ставка по ипотеке будет снижаться? Ну, скажем так, мы живем немножко в разных реалиях. Ставка, она зависит от стоимости привлеченных ресурсов, от инфляционных ожиданий, от ключевой ставки Центрального банка. То есть, конечно, в перспективах на это надеяться можно. В то же время надо понимать, что, допустим, стоимость квартиры и стоимость ипотеки – это вещи, скажем так, работающие в противовесе. Поэтому, когда спрашивают, когда выгодно брать ипотеку, я, не кривя душой, всегда говорю «сейчас». Потому что сейчас застройщики дают значительные скидки, предлагают различные акции, которые позволяют купить квартиру по очень дешевой цене. И поэтому каждый человек, который взял ипотеку, какое бы время он ни брал, я считаю, что он не прогадал. Ипотека всегда хороший противовес съемному жилью. Это хорошее, скажем так, приобретение квартир за счет ипотеки, хорошее вложение денежных средств. Отдельная история – это, скажем так, направление материнского капитала совместно с ипотечными средствами на приобретение квартиры. То есть вы вкладываете в будущее своих детей. Поэтому перспектива у ипотеки, я считаю, замечательная. Но, как показывает начало апреля, во всяком случае, наш банк вернулся на докризисные объемы первичного предложения. Ну, просто вот резюмирую, уже как бы в завершении нашего разговора, пик ипотечного кризиса пройден. Мнение банковской среды, насколько я понимаю, однозначно – да. Мнение застройщика? Я думаю, что да, пройден. Ну что ж, это главный вывод, который можно сделать в ходе нашей сегодняшней программы. Она называлась «Подробности» и была посвящена ситуации на рынке ипотечного кредитования в Рязани. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова